Уважаемые участники, мы начинаем церемонию открытия международной выставки технологического развития Технопром-2018 и 12-й Сибирской венчурной ярмарки. На сцену приглашаются Александр Дмитриевич Жуков, первый заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Андрей Александрович Фурсенко, помощник президента Российской Федерации, Михаил Михайлович Котюков, министр науки и высшего образования Российской Федерации, Андрей Александрович Травников, временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области. Олег Иванович Бочкарев, заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, Альбина Ивановна Никонин, исполнительный директор Российской Ассоциации венчурного инвестирования. На мероприятии присутствуют Александр Михайлович Сергеев, президент Российской Академии наук, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и члены Совета Федерации, Андрей Иванович Шимкиф, председатель Законодательного Собрания Новосибирской области, Анатолий Евгеньевич Локоть, мэр города Новосибирска. Для приветственного обращения слово предоставляется Андрею Александровичу Травникову. Уважаемые участники и гости выставки и форума «Технопром-2018». В этом году «Технопром» еще более многочислен и масштабен, чем предыдущие годы. В 2018 году он проходит под лозунгом «Наука как индустрия». На площадках форума и выставки будут представлены как перспективные планы развития институтов Российской Академии наук, так и опыт конкретных предприятий взаимодействия с научными, в том числе фундаментальными институтами, опыт внедрения научных открытий. Будут представлены разработки инновационных малых предприятий. Мы планируем в рамках форума вынести на суд экспертов, промышленников, гостей форума первые результаты работы над большим проектом «План развития Новосибирского научного центра», который уже привычно в условное название, имеет Академгородок 2.0. Кроме этого, сегодня открывается сибирская венчурная ярмарка. Она будет проходить в 12-й раз. На ее площадке будет представлено около 50 стартапов и предложений сибирских молодых предпринимателей. Я хочу пожелать участникам и гостям форума плодотворной и интересной работы. Хочу поблагодарить организаторов форума и выставки. Вы провели в кратчайший срок большой труд, сделали большой труд. Я хочу пожелать, чтобы вся программа прошла четко, без сбоев. И Технопром в очередной раз принес пользу для развития науки, индустрии Российской Федерации и Сибири. Спасибо, добро пожаловать. Для приветственного обращения слово предоставляется Андрею Александровичу Фурсенко. Добрый день, уважаемые коллеги. Я понял, что, ну не все Андрея Александровича стоят, так что будут еще другие имена. Уважаемые коллеги, Новосибирск, городок были, остаются одним из центров и России, и, я считаю, мировым центром, где сосредоточены вместе наука, образование, инновации. Еще в 50-х годах было сформулировано понятие треугольника Лаврентьева. Собственно говоря, слова инновации тогда были неизвестны, а вот эта вот связь, она уже была сформулирована и реализована. Не случайно в День науки в этом году, 8 февраля, президент России провел именно в Новосибирске, в Академгородке, заседание Совета по науке и образованию, где обсуждался вопрос пространственного, роль науки в пространственном развитии России, и, пожалуй, первое было такое масштабное обсуждение создания Академгородка 2.0. Я думаю, что на технопроме этот вопрос будет со всех сторон обсужден, обсуждение будет продолжено, самое главное, уже сегодня намечены первые практические шаги. Все то, что представлено сегодня на форуме, имеет отношение к этому проекту. Это и инновации, это и образовательный компонент, и это, конечно, наука. Наука фундаментальная, наука прикладная. Я думаю, что нам всем будет интересно посмотреть, я думаю, нам всем будет интересно пообщаться друг с другом, и я думаю, что мы все можем, должны поддержать сибирскую науку, городок в очень важном проекте, который, я абсолютно уверен, даст новые качества и науке, и образованию, и инновациям в стране в целом. Я приветствую, поздравляю, и надеюсь, что мы с вами вместе хорошо поработаем. Спасибо. Для приветственного обращения слово предоставляется Александру Дмитриевичу Жукову. Добрый день, уважаемые участники технопрома. В этом году я вижу, что технопром вызывает еще больше интерес, рекордное количество участников. Я думаю, что это неспроста, потому что в современном обществе обеспечить прорыв в экономике за счет развития сырьевых ресурсов уже невозможно, и этот прорыв возможен только на базе самых современных передовых научных достижений. И, конечно же, мне кажется, что Новосибирск – это самое лучшее место для презентации таких проектов на базе научных проектов, на базе которых может быть создано самое современное прорывное производство. И то, что мы, я надеюсь, увидим здесь на выставке и те проекты, которые будут обсуждаться на форуме, сочетание самой передовой науки с современным производством – это то, чем отличается Академгородок, то, чем отличается Новосибирск, Сибирское отделение Академии наук. Все это крайне важно и актуально для прорыва в современной российской экономике. Я бы хотел пожелать удачи, успеха всем участникам форума и выставки. Спасибо. Для приветственного обращения слово предоставляется Михаилу Михайловичу Котюкову. Доброе утро, дорогие друзья, уважаемые гости, участники Международного форума технологического развития. Форум перешел во вторую пятилетку. Год назад, подведя итоги первые, мы здесь с вами говорили о том, сколько много было сделано, но сегодня масштаб задач растет, темпы технологического развития нарастают достаточно серьезно и очень приятно, что количество участников, по крайней мере участников открытия этого форума по сравнению с прошлым годом, также существенно больше. Технологическое развитие предполагает очень тесное взаимодействие науки, образования, промышленности. Это то, чем всегда был славен Новосибирск, это то, чем всегда отличалась повестка технопрома. Сегодня у нас выставка, сегодня у нас очень насыщенная деловая программа обсуждения. Я рассчитываю, что дискуссии будут очень принципиальными, очень ответственными, как всегда бывает в Сибири. И рассчитываю, что те идеи, которые есть сегодня на выставке, через какое-то время многие из них станут реальными воплощениями идей в производство. Желаю всем нам успешной, плодотворной и интенсивной работы и вперед, шестой технопром. Спасибо. Для приветственного обращения слово предоставляется Олегу Ивановичу Бочкареву. Уважаемые коллеги, у меня, безусловно, есть первое обязательное поручение. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Иванович Борисов передает хорошие, большие пожелания руководству области, ВИП-гостям, участникам. Он, к сожалению, не смог лично быть, но я думаю, что Олег Иванович не в претензии, потому что за последние две недели он уже два раза был здесь и работал на промышленных предприятиях региона. Поэтому наилучшие слова, добрые слова я обязательно передам организаторам. От себя бы хотел сказать следующее, что вот здесь в зале есть многие коллеги, с кем мы начинали первый технопром в свое время. Вы помните, что инициаторами это было правительство Новосибирской области и коллеги военно-промышленной комиссии. Сегодня мы говорим о гражданском направлении, говорим о диверсификации, говорим о науке, индустрии для развития нашего государства. Но старт этому мероприятию дала самая технологически развитая отрасль, военно-промышленный комплекс. Поэтому мы очень рады, что сегодня наша военная продукция становится гражданской продукцией и нас уже объединяют в мирные цели. Поэтому от своих коллег, коллеги военно-промышленной комиссии, от Юрия Ивановича еще раз удачи нам и побед. Спасибо. Для приветственного обращения слово предоставляется Альбине Ивановне Никанин. Уважаемые участники форума, уважаемые участники сибирской венчурной ярмарки, мы и наша страна сейчас находимся в том кратком историческом моменте, когда от нашей способности здесь и сейчас сделать быстрый рывок вперед на технологические рынки и удержаться на них зависит очень многое. Потенциал это хорошо, но недостаточно. Нужны компетенции и скорость. Компетенции при выстраивании быстрорастущего глобально ориентированного технологического бизнеса, скорость в принятии управленческих решений, в адаптации лучших технологических практик, привлечении инвестиций для реализации возможности роста своих бизнесов. Венчурный капитал – это инструмент подготовки и к масштабированию и резкому ускорению развития компании. Его сфера – превращение потенциала в экономически состоятельный, конкурентоспособный бизнес. И хотя этот специфический инструмент применим далеко не ко всем и не ко всему, он является катализатором, поставляя для бизнеса возможность быстрого выхода на новые глобальные рынки и доступ к инновациям. Как говорил великий физик, академик Петр Леонидович Капица, успех в науке достигается людьми, а не приборами. Эти слова практически можно применить и к венчурной индустрии. Венчурный капитал – это не про деньги, венчурный капитал – это про людей. Люди и их компетенции – вот основной ресурс развития. А синергия форума «Технопром» и сибирской венчурной ярмарки предоставляет прекрасную возможность крупным и малым компаниям вместе с инвесторами заложить основу новому типу взаимоотношений, которые нужны при формировании нового качества нашей экономики. Я желаю успеха всем участникам и достижения поставленных целей. Спасибо большое. Уважаемые участники! Международная выставка технологического развития «Технопром-2018» и 12-я сибирская венчурная ярмарка объявляются официально открытыми. Аплодисменты! 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 Аплодисменты!